Итак, начнём с основ. Перед тем, как говорить про непосредственно микропластик, стоит поговорить немного про морской мусор. Наверное, все из вас, кто сейчас смотрит эту лекцию, слышали о мусорных пятнах, которые формируются благодаря определённой системе течения у нас в океане, которая образует своеобразные воронки. В целом, мы знаем об этом уже давно, но несколько лет назад учёные, уже больше 10 лет на самом деле, учёные решили провести эксперимент и отправили с разных, как вы видите, материков, частей света, вот здесь на первой карте, маленькие GPS-датчики в пластиковом корпусе, просто для того, чтобы посмотреть, в какие части света эти маленькие пластиковые датчики будут попадать. И эти датчики начали формироваться в те самые мусорные пятна, о которых мы и так уже с вами знаем. И здесь на карте даны графики того, как эти трейсеры скапливались в острова в тот же момент, потом через год, через 10 лет. И также были построены модели математические для того, чтобы просчитать, как они будут в будущем работать. И если мы посмотрим с вами на эти карты, то увидим, что вот, например, самое изученное большое тихоокеанское мусорное пятно, площадь которого на сегодняшний день достигают уже последним исследованием более полутора миллионов квадратных километров. Чтобы понимать, примерно в площади это вот как три Франции. Понятно, что Франция одна из крупнейших европейских стран, значит, площадь огромна. И помимо этого, что обнаружили ученые, что образуется, помимо пяти уже известных и изученных нам мусорных пятен, шестое, и образуется оно на северном побережье Скандинавии, России, вот недалеко от Баренцева моря. Можете это видеть. И когда мы говорим в целом о мусорных пятнах, то не стоит забывать о том, что это не просто пятно. То есть если мы будем пробовать зарегистрировать морской мусор с помощью спутников через космоснимки, попытаться обнаружить их, то это будет довольно сложно, потому что пластик не весь плавает на поверхности. Из-за того, что у разных видов пластика разные плотности, он распределяется по толще воды. И, соответственно, у нас не большое тихоокеанское мусорное пятно, а большой тихоокеанский пластиковый суп. Тем более, что оказывает еще дополнительное влияние органика, то есть там всевозможные водоросли, микроорганизмы, которые облепляют постепенно пластиковый мусор, утяжеляя его тем самым, и мусор потихонечку падает на дно. Да, может быть, сейчас была очень неожиданная и необычная информация, что пластик – это название для целого ряда, целой группы полимеров. В целом мы название этих полимеров тоже знаем. Полипропилен, полиэтилен, полистирол – это все разные виды полимеров, которые в целом называются пластмассами или пластиком. И, конечно, если говорить про пластик, то в свое время он принес невероятно много пользы. Мы понимаем, что сейчас без одноразового пластика, например, в медицине совсем нельзя обойтись. Именно он позволил нам добиться больше гигиеничности и избежать множества болезней. Но при этом, помимо пластика, который нам действительно необходим, 40% на сегодняшний день всего производимого пластика ежегодно – это одноразовые товары, связанные с упаковкой, продуктами питания и так далее. Один из первых прототипов пластика – бакелит, который был изобретен ученым в 1907 году, он вообще изобретался с благими целями. Не поверите. На тот момент довольно распространено было использование слоновой кости для изготовления таких предметов, как, например, клавиши фортепиано, бильярдные шары. И необходимо было придумать какой-то, как минимум дешевый, ну а вообще-то и сокращающий браконьерство, альтернативный материал. И вот тогда был запретен бакелит, один из прототипов нынешних полимеров. А вот потом мы можем увидеть, как в 1955 году в журнале Life семья празднует начало такой одноразовой жизни, жизни на выброс, так сказать, потому что это было действительно революционно, когда появилась одноразовая посуда. Мы вообще не могли представить, к чему это может привести, но тогда это было открытие и событие, которое позволило нам почувствовать себя более свободным. Женщина больше не должна стоять бесконечное количество часов на кухне рядом с раковиной и мыть посуду. Теперь можно все выбрасывать. Да, не знали мы, к чему это все приведет. А к чему это привело, можно посмотреть вот на правом графике. С того момента, с 50-х годов, производство пластика у нас растет по экспоненте и пока не планирует сокращаться. Почему мы так долго уже говорим о крупном пластике, если мы решили сегодня поговорить с вами на тему микропластика? Тем более, что про морской мусор вы уже частично слышали на других лекциях. На самом деле здесь есть прямая связь. Крупный пластиковый мусор под действием разных факторов распадается на микрочастицы. Каких факторов? Во-первых, это микроорганизмы, которые могут тем или иным образом деструктировать пластик. Во-вторых, это изменение температур, которые также влияют на износостойкость полимеров. В-третьих, это ультрафиолетовое излучение, которое, особенно в воде, понятно, в море, благодаря солнечному свету, очень активно поступает на всевозможный пластиковый мусор. А также это реакция с водой, с минералами, разными химическими веществами, которые там есть. И вот здесь справа у меня на самом деле реальная фотография одной из проб, которую мы отбирали вместе с учеными здесь на берегу Финского залива, в части Балтийского моря, которая плотно прилегает к Санкт-Петербургу. Так вот, да, микропластик – это маленькие частицы пластика. Сейчас официально используется верхняя граница для этих частиц, она составляет 5 мм, то есть все, что меньше 5 мм, считается микропластиком. При этом все, что ниже, там есть тоже разные градации размерности этих частиц, потому что вплоть до наноразмерных частиц пластика встречаются в природе. И сколько же и откуда этого микропластика попадает в окружающую среду, например, в тот же самый океан. Международный союз охраны природы, получается, в 2020 году, вот они публиковали свое очередное исследование, ссылаясь на чуть более старшие данные, но тем не менее, о том, сколько ежегодно у нас пластика производится и сколько из него примерно попадает в окружающую среду. Мы можем с вами видеть, это примерно 3% по данным на 2016 год. И большая часть, вот здесь в правой диаграмме можно посмотреть, пластика попадает в океан с прибрежных территорий из-за неправильного обращения с отходами. То есть из 12 миллионов тонн целых 8 миллионов тонн. Дальше мы можем видеть с вами полтора миллиона тонн, не маленькая цифра, согласитесь, так называемый первичный микропластик. Мы о нем конкретно сегодня будем с вами много разговаривать чуть дальше. Еще хочется отдельно отметить рыболовные снасти и принадлежности. Мы с вами тоже на самом деле не представляем, какие масштабы забытых оставленных сетей плавают сейчас в океане, а масштабы невероятные, огромные. И перейдем непосредственно к микропластику. Вот из этих полутора миллионов тонн ежегодно в океан попадает микропластика из разных источников. Можно посмотреть на картинки. Здесь обозначены большие источники. Опять-таки это данные на 2020 год, из того же самого отчета. Почему это важно, мы с вами чуть попозже тоже поговорим, потому что открываются все новые, более крупные источники, чем мы раньше их оценивали, представляли. Примерно треть микропластика первичного, первичный, что такое первичный, да, это тот микропластик, который попадает в воду сразу маленького размера, в воду, в почву, в окружающую среду, куда угодно. То есть вот, например, пилеты, пластиковые гранулы. Для нас это не очень распространенный вид загрязнения, но, например, на пляжах Шотландии, на побережьях, есть такие пляжи, которые на 40% их поверхностный слой песка состоит вот из таких пластиковых гранул, а не из песка. Так, а я вам сейчас покажу, кстати, эти частицы. Секунду, вот здесь у меня есть пример, такая баночка, там маленькие пластиковые гранулы, вот это как раз то самое пластиковое сырье. Если представить себе жизненный цикл, не знаю, например, пластиковой бутылки, то это то, что происходит с пластиковой бутылкой после того, как мы добыли нефть и попутные газы и все возможные вещества, которые нужны нам для производства полимеров, и перед тем, как непосредственно у нас появится пластиковая бутылка. То есть вот из этого она будет произведена. Но вообще-то, да, большая часть первичного микропластика на 2020 год, это у нас, а нет, это исследование, наверное, 2017, на 2017 год, да, это все-таки синтетические ткани и их стирка, то есть при каждой стирке синтетических тканей у нас с вами от одежды, от любой, которая состоит из полиэстера, из нейлона, каких-то таких материалов отделяются частицы микропластика, волокна. Мы на фотографиях еще сегодня посмотрим. На втором месте среди источников у нас куски от автомобильных шин. На третьем месте так называемый такой комплексный источник городская пыль. В целом там может быть все, что угодно. Это и подошва от наших с вами кроссовок, которая тоже постепенно распадается на микрочастицы. Все от нашей одежды, от каких-то бытовых ежедневных предметов, той же самой упаковки. Дальше среди небольших таких источников упоминается промышленные покрытия, в том числе вот здесь на картинке изображены покрытия дорог, и здесь покрытия кораблей. Они тоже содержат, да, полимеры. Часто краски являются полимерными. Для чего? Для того, чтобы быть менее, более износостойкими, для того, чтобы служить дольше. И вот среди совсем малых источников, всего лишь вроде как бы 2%, но представьте себе 2% от полутора миллионов тонн, это все-таки немаленькая цифра, у нас с вами косметика, и вот также пилеты, о которых я уже говорила. Да, почему я делала ссылку на то, что исследование это было проведено в 2017 году, оценка, потому что вот буквально недавно вышел отчет, который говорит о том, что на самом деле краска тоже является одним из очень значительных, недооцененных совершенно источников микропластика. В частности, вот мы можем увидеть, посчитали эксперты из организации, сколько ежегодно у нас производятся краски, и сколько может попадать из этого всего в океан и какие-то водные пути. И это практически 2 миллиона тонн. Напомню, что здесь мы оценивали весь релиз первичного микропластика в полтора миллиона тонн, а вот мы идем немного дальше, и Environmental Action сказали о том, что на самом деле у нас под 2 миллиона только того, что касается краски, причем краски не только вот той, о которой мы уже упоминали, дорожных покрытий и морских, но также и всевозможные краски, которые используются в архитектуре, для обработки дерева, для покраски машин и так далее. Еще один из источников, но понятно, почему он не был указан там, потому что он все-таки больше про почву. Недавний тоже отчет вышел от общественной организации НАБУ и исследовательских институтов. Вот здесь указана гиперссылка рабочая, можете по ней перейти на непосредственное исследование. Сельское хозяйство является одним из крупных источников загрязнения пластиком почвы. То есть вот мы можем с вами видеть, не знаю, например, тюки вот здесь изображены, с помощью которых заворачивают сено, для того, чтобы оно там не мокло, что-то еще, а оно из чего часто сделано? Из, в том числе, полимерных материалов. Не будем на этом долго останавливаться, перейдем лучше к вреду. Почему, собственно, микропластик – это проблема? Маленькие частицы, которые часто невидимы взгляду, почему мы о них так переживаем? Как раз благодаря своему размеру эти маленькие частицы могут практически без особых усилий, там, где очистные сооружения не очень современные, проходить через них. Помимо этого, мы понимаем с вами, что очень сложно собрать такие частицы из окружающей среды. Если с крупным пластиком в целом можно себе представить, как собрать его, то вот здесь с частицами мелкими, так, чтобы не повредить какие-то местные экосистемы, очень сложно представить, что же делать. Плюс микропластик работает как магнит такой своеобразный для всевозможных полютантов, стойких органических загрязнителей, там, тяжелых металлов. И он легко попадает в трофическую цепочку. Ну и понятно, что он очень вреден для организмов любых размеров и для планктона. Если у нас страдает планктон, мы понимаем с вами, что основа буквально пищевой цепи страдает, значит, и верхние уровни организмов тоже будут подвержены влиянию. И в том числе и для человека вреден микропластик. Ну, об этом чуть позже. Вот сейчас у нас начнется глубокое погружение. Если говорить о том, где вообще нашли микропластик, неужели он правда везде? Да, на самом деле, да, к сожалению. По географическим, так скажем, показателям и Антарктика, и Арктика, это везде во льду найден микропластик. Даже не знаю, сюрприз это или нет. Такие понятия, как чистый морской, чистый горный воздух, они уже не чистые. Потому что, например, в исследовании в Пиренеях, в заповедной зоне отобрали пробы, посмотрели горный воздух, и там количество частиц микропластика было примерно такое же, как, например, в Париже, в огромном городе с огромным потреблением пластика и различных полимеров. То есть микропластик очень легко перемещается с помощью воздушных масс, поэтому нам от него никак не уберечься. Ну и да, как мы уже с вами говорили, постепенно пластик попадает на дно, потому что на него налипает органика, и он утяжеляется. Вот самые высокие концентрации, когда-либо зафиксированные где-то, они были обнаружены на морском дне, на дне Средиземного моря. Микропластик также переносит на себе бактерии, и об этом тоже уже было несколько исследований. Вот пример сингапурского исследования. Там отобрали на побережье 300 частиц микропластика, и на них обнаружили 400 разновидностей бактерий, в том числе тех, которые могут воздействовать на человека. Ну, здесь слайд с мемами. В целом тоже все понятно. Микропластик обнаружен в бутилированной воде, водопроводной, в соли, меде, пиве. И вот самое печальное – это пакетированный чай. Многие люди не догадываются, я тоже не догадывалась буквально несколько лет назад, о том, что чайные пакетики зачастую состоят из, в том числе нейлона, который при воздействии такого горячей температуры, кипятка, он может деформироваться и попадать тоже в кружку. В человеке тоже уже нашли микропластик. Здесь в целом тоже ничего неожиданного. Исследовали людей, добровольцев из разных стран, отбирали у них пробы кала, и обнаружили у всех, что микропластик они каким-то образом поглотили и, соответственно, выпустили из себя. К исследованиям, которые все-таки показывают какую-то корреляцию между здоровьем и микропластиком. Вот одно из недавних исследований показало, что воспалительные заболевания кишечника связаны с концентрацией микропластика. Чем больше микропластика, тем, соответственно, более вероятно воспалительные заболевания кишечника. Также микропластик из недавнего, вот смотрите, исследование буквально в 2022 год, может наносить ущерб клеткам, обычным клеткам человека. При этом возникает либо аллергическая реакция у клетки, либо клетка может просто погибнуть. И, наверное, для меня самое такое показательное и грустное исследование о том, что микропластик был найден в легких живого человека, вот буквально в 2022 году, месяц назад, мне кажется, вышло это исследование, а год назад в легких, которые выращивали в пробирке, пришли к такому выводу, что микропластик препятствует их росту и регенерации. То есть во времена ковида это особенно было тяжело, когда мы страдаем от каких-то заболеваний дыхательной системы, очень важно, чтобы легкие быстро регенерировались. Так вот, микропластик этому, к сожалению, препятствует. Сейчас хочется уже переходить к чему-то более хорошему, потому что я понимаю, что я вас напугала этими исследованиями, рассказом о повсеместности микропластика. На самом деле и в нашем регионе, и в целом в мире уже существует множество решений, которые позволяют сократить попадание микропластика в окружающую среду, и которые позволяют нам избегать этого самого микропластика. Один из проектов, о котором я упоминала как раз в тизере к этой лекции, проект, который был организован и реализован коалицией «Чистая Балтика», «Пластик-фри Балтик» в 2017 году, был нацелен на микропластик косметики, потому что это ближайший к нам с вами источник, на который мы можем напрямую повлиять. И в рамках этого проекта было выпущено, во-первых, буклет про микропластика в косметике на восьми языках стран Балтийского региона, во-вторых, вместе с волонтерами в разных странах были собраны листы, списки продуктов косметических и продуктов по уходу за собой, которые содержали уже проверенные косметические средства на микропластик, что там эти средства есть и лучше стоит их избегать. Благодаря вот этим двум публикациям тысячи людей узнали вообще о таком понятии, как микропластик в косметике, узнали, что это существует и узнали, как можно в целом избегать. Ну а для меня это еще очень знаменательный проект, потому что моя коллега, которая тогда в нем участвовала, она создала образовательную страницу по микропластику в социальной сети ВКонтакте. Эта страница работает до сих пор, и она у нас является такой своеобразной базой, где мы собираем все существующие исследования по теме. Так что заходите, подписывайтесь, если у вас есть аккаунт там. Во-вторых, что еще в Балтийском море? Хочется назвать такой пример межрегионального сотрудничества по теме на более высоком уровне. Это новый обновленный план действий по Балтийскому морю, который содержит в том числе стратегические цели и какие-то мероприятия, направленные на сокращение морского мусора и микропластика в регионе. Конечно, общественные организации видят часто недостаточность действий со стороны государственных институтов, со стороны международных организаций, которые имеют возможность принимать решения. Но, тем не менее, в этой области вот тоже движение есть. И еще из примеров мне очень хочется сказать об ученых, которые у нас в Калининграде. С 2015, мне кажется, года они занимаются микропластиком. Первые в России, кто начал это делать. Благодаря им множество людей по всему миру знают о российских ученых в этой области и о загрязнении Балтийского моря микропластиком. И вот недавно у них даже вышла большая монография на эту тему, с чем мне и хочется поздравить, а вам хочется порекомендовать эту монографию найти и изучить. И вообще ознакомиться с деятельностью этой лаборатории Института океанологии. И перейдем напоследок к другим решениям, которые возможны, и что мы с вами можем делать в контексте этих решений. Я здесь буду говорить не обо всех источниках, потому что у нас не так много времени, но попробуем уложиться. Итак, да, здесь у нас на предыдущем слайде были реальные фотографии пилет, то есть тех самых пластиковых экранов, которые я вам показывала. Из-за того, что они такие маленькие, их очень легко потерять. Как вы можете видеть, утечки часто случаются прямо на производстве. И вот то самое шотландское побережье, там есть организация, которой эта проблема озабочена, это организация Фидра. Они запустили в свое время проект по оценке загрязнения побережья этими самыми гранулами. Называется он Нёрдл Хант. Они изучают уровни загрязнения, виды, источники, откуда могут эти гранулы приходить в разные точки. Они пришли к выводу, что вообще-то на всех производствах, связанных с этими пластиковыми гранулами, и первичными, и вторичными, должен быть введен стандартный подход для работы с этими гранулами. Должны быть профессионально обученные сотрудники, должен быть аудит, протоколы уборки и так далее. Потому что если не на всех уровнях действовать, то эту проблему решить очень сложно. Так, ну здесь что-то я оставлю вам. Просто посмотреть. Собственно, Нёрдл Хант – это ежегодная всемирная акция, и к ней можно присоединяться и изучать на вашем побережье, есть ли пилеты или нет. Мы вот буквально недавно пробовали эту методику на побережье нашего Финского залива, и, не поверите, нашли 16 гранул. И также можно переводить на русский язык существующие рекомендации как раз от организации ФИДРА, потому что они уже их проработали, и пытаться работать с разными организациями, которые каким-то образом связаны с этим гранулятом. Например, с переработчиками пластика, которые и так уже в целом настроены хорошо в отношении ценностей окружающей среды. Их можно вот еще чуть больше подкрутить. Близкий к нам висящий фрукт косметика. Несмотря на то, что так давно начали с ним бороться, до сих пор не такой сдвиг произошел, какого бы хотелось. Микропластик используется в абсолютно разной косметике. Это миф, что только в женской, это миф, что только в скрабах и блестках. Да, кстати, если вы не знали про блестки, то они зачастую сделаны из того же материала, из которого сделаны пластиковые бутылки полиэтилен-тирефталата. Но вообще-то, конечно, да, микропластик используется для абсолютно разных функций в составе косметики и для изменения объема, и в качестве пленкообразователя, и в качестве абразива. Это вот как раз-таки про краски и зубные пасты, например, которые отбеливающие с мелкими кусочками. И несмотря на то, что в мире уже есть страны, которые предприняли шаги в сторону запрета на косметику с микропластиком, мы должны к этому двигаться. Вот посмотрите, Балтийское море у нас пока закрашено далеко не все. Мы в России тоже на эту тему работаем. Это самая верная и проверенная мера, которая точно позволит нам сократить влияние микропластика на окружающую среду. Ну да, вообще-то, конечно, уже и крупные производители начали потихоньку меняться. Они ставят себе цели в экологической политике. По поводу сокращения микропластика, потому что грядет международное законодательство, которое будет это запрещать. Но вот прямо сейчас, пока это еще не произошло, мы с вами можем обращаться напрямую к конкретным производителям и требовать от них, чтобы они прекращали использование микропластика в косметике, работать с ритейлерами, которые могут не продавать и не поставлять косметику, содержащую микропластик. И да, требовать на законодательном уровне ограничения на такой вид косметики. Вот, кстати, фотографии микроволокон из синтетических тканей от моей коллеги. Очень красиво выглядят эти частицы, но, конечно, приводят к непоправимым последствиям. Итак, что же делать для того, чтобы от тканей сократить воздействие? Ну, во-первых, есть много разных видов оборудования для нас с вами, для обычных потребителей. Это и мешки для стирки, которые, благодаря тому, что они состоят из полимера с плотной, очень плотной ячейкой, они не пропускают эти ниточки, собственно, за пределы мешка, и потом вы их можете собирать. Во-вторых, это фильтры внешние, которые устанавливаются вот на сливную трубу, как Фильтрол или Ксерос, и также есть разные другие улавливатели. Можно об этом в целом посмотреть. Производители стиральных машин тоже уже начали работу в этом направлении. Вот, например, компания Арче, которая владеет такими брендами, как Бека и Грандик, в сентябре 2021 года выпустили свою первую машинку с этим фильтром специальным для микропластиковых частиц. К сожалению, я не могу отвечать за его качество, потому что я не видела вживую, не понимаю, как это работает на сайте, у них не очень много информации. Тем не менее, сам знак того, что производители работают над этим, это уже очень хорошо. И, к слову, о законодательных запретах. Калифорния вообще в целом впереди планеты всей по сокращению пластикового загрязнения. В первую очередь, потому что они были впереди планеты всей по загрязнению самому. Так вот, они рассматривали в 2021 году, сейчас пока я не видела каких-то обновлений по поводу этого законопроекта, закон, который обязал бы все стиральные машины в этом штате установить, такие внешние, в том числе, фильтрационные системы для лавнивания микропластика. Вот тогда мы точно бы сократили это. Ну и для тех, кому недоступны средства для внешней фильтрации, потому что, например, в России, в Беларуси, в Украине, насколько я знаю, пока не очень распространены в целом вот эти инициативы, есть возможность просто на своем обычном уровне изменить режим стирки. Стирать реже, стирать с полной загрузкой, потому что тогда ткань меньше деформируется, с помощью быстрой стирки, мягкими средствами, холодной водой и отжим на низких оборотах. Да, ну и для того, чтобы в целом сократить загрязнение от тканей, можно работать с прачечными, общаться с производителями стиральных машин, которые могут также заимствовать технологии по производству машин со стройными фильтрами и работать с производителями одежды. Потом в презентации посмотрите, у меня там есть рекомендации для них. Так, я думаю, что шины мы с вами пропустим. Общие решения тоже, наверное, пропустим. И перейдем к самому главному, о чем я говорю всегда и чем я всегда, собственно, заканчиваю свои лекции, выступления. Чтобы остановить потоп, нам с вами в первую очередь нужно закрыть кран. То есть, когда мы пытаемся из полной ванны вычерпать воду и, не знаю, усовершенствовать очистные сооружения, чтобы они не пропускали, вода-то все равно продолжает поступать, микропластик продолжает поступать. И это такое решение на конце трубы. Нам нужно закрывать кран и нужно сокращать пластиковое загрязнение до того, как мы его произвели. И в этом стремиться к решению ноль отходов. И для каждого отдельного человека, и в целом для городов, и для стран, и для всего мира. В отношении таких нервов, опять-таки, хочется привести пример решительной меры. Это стратегия Single-Use Plastics Directive по одноразовому пластику, которая ограничивает продажу и производство целого списка одноразовых товаров. Он, конечно, тоже недостаточный, его можно расширять и расширять, но, тем не менее, это меры, которые точно позволяют закрыть кран хотя бы для этих одноразовых товаров, которые составляют большую часть пластикового загрязнения. Да, на этом, я думаю, мне хотелось бы закончить. Почти уложилось в полчаса. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И, может быть, поделюсь с вами в конце только парой заданий, которые вы можете сделать для того, чтобы проверить свои знания. о микропластиковом загрязнении.